Концлагерь Концлагерь Массовый расстрел, геноцид Нет, не говорите ради Бога, что до войны в СССР вообще не было антисемитизма. К чему прекраснодушная ложь? Был, конечно, антисемитизм. Комиссары и евреи всегда считались в России виноватыми во всех бедах. И когда первые пришли, наконец, к власти, они, конечно, сделали крайними именно евреев. Кто, скажите на милость, не помнит о погромах в Одессе, Киеве, Кишиневе, Бердичеве. И все-таки до оккупации, помимо антисемитизма, существовал еще, не смейтесь только, интернационализм. Все, и русские, и татары, и евреи, разумеется, в общем, решительно все, видели себя полноправными гражданами великой страны. Или хотели видеть себя таковыми, что в масштабах человеческой жизни почти одно и то же. Все были в плену одинаковых иллюзий, носили унифицированную одежду, всех без разбора перемалывал гулаг, все пели одни и те же песни и молились на Сталина. Но никому тогда и в голову не приходило, что человека можно убить за такую малость, за то, что он картавит, или религиозные родители сделали ему однажды обрезание. Чтобы убить, полагали наивные довоенные евреи, нужен как минимум состав преступления. Если вина доказана, карающая длань правосудия должна опуститься на плечо преступника. Но чтобы вот так, без суда и следствия, только потому, что не сумел чисто повторить идиотское словцо кукуруза? Нет, все-таки прав поэт, произнесший через шесть десятков лет после катастрофы. На планете лишний род, мой народ. Надо же было такому случиться, что именно Одесса осенью 41-го года оказалась на территории так называемой Транснистрии, о которой раньше никто и слыхом не слыхал. Но так была названа часть Молдавии и Украины между Южным Бугами Днестром, отданная под власть румынского диктатора Антонеску. Некоторые мудрецы поначалу даже обрадовались. Дескет, румыны не фрицы, с ними можно в случае чего договориться. Но десяткам тысяч евреев договориться ни с кем не удалось. Ни с румынами, ни с местными полицаями, ни с дворниками и соседями, которые упоенно закладывали ненавистную жидовню, ни с фольксдойчи, поджидавшими их на многокилометровых зимних этапах. После того, как кто-то 22 октября 41-го подорвал в румынской комендатуре на Морозливской бомбу, их начали вешать, жечь живьем, расстреливать в логичной с точки зрения палачей пропорции. 20 евреев за каждого убитого солдата и 200 за офицера. Безумие. Но кто им мог возразить, могли бы отправить на тот свет за любого румына и тысячу душ? С них бы сталось. В период оккупации, с чего он начался, он начался с издевательств. Он начался не просто с издевательств, а начался сразу с убийств. Жизнь же есть жизнь. Старались прятаться, ходить домами как-то так. В общем, не на людных улицах, не в каких-то переулках, с таким, чтобы не попадаться на глаза. Это был первый инстинктивный способ как-то укрыться, схорониться и так далее. Потом была команда, людей выгоняли из дому. Особенно после того взрыва, который был в комендатуре. Ловили заложников, ловили, вешали вот здесь, вешали на проспекте Мира, или тогда Александровский. Проспект Сталина он тогда назывался. Вешали буквально, так сказать, валом. Подгоняли людей и на дерево. Мы это все видим. Причем их пытали всех подряд, независимо, евреи, русские, казахи или турки. По всему городу были виселицы. По Розе Люксембург, теперь Бунина, Александровские садики, там прямо на деревьях людей повесили. И вообще, на Кулевом поле, в общем, весь город был виселиц. Значит, наш этап был самый последний. Что значит этап? Они выгоняли поочередно людей на этапы. И всех убивали. Под Одессой где-то. Но они не могли же сразу такое количество убить. Значит, они поочередно. А вот мы попали в самый последний этап. У нас погнали в сортировочно. В сортировочно и в Одессу уходили железнодорожные суставы на две тысячи, полторы тысячи. Как были вагоны. Уходили они в основном все на Березовку. Там этих людей выгружали. При этом, поскольку поезда шли очень долго, их останавливали в пути. И там специально останавливали закрытые поезды. Где там насмерть замерзали. Это были не только железнодорожные вагоны. Теплушки, так называемые. Это были полувагоны. Вагоны без крыши, если вы знаете. Вот. И выгнали ночью, выбросили нас из теплушек. Мы пошли. Голая степь, виден снег. И больше ничего. И по дорогам лежали трупы. Их было много. Очень много обмороженных. Это еще получилось так, что вначале была оттепель, как это бывает в Одессе. А ночью ударил мороз. Значит, мы были все облегеневшие. И так мы шли. В течение двух-трех суток. Я уже вот это точно не помню. Знаю, что один раз мы ночевали в каких-то конюшнях. Остальное время мы шли. Этот этап растягивался. Люди еле шли. Люди еле... Ну, это ужас, да. Там кого-то пристреливали, кто не мог ходить. Там всякое такое дело. И вот дальше. В этой ситуации, когда мы были совершенно замерзшие. Когда мы были... А на морозе, как ни странно, мучает жажда. И мы вынуждены были вот эту чем-то... Брали снег, этот грязный снег. Брали в рот, чтобы как-то себя эту жажду утолить. Доманевка – местечко в Николаевской губернии. В 150 километрах от Одессы. Всех обогнали в эту сторону. И кто потом оказался в разных селах округи – Семихатках, Карловке, Врадиевке и так далее, и так далее – все они побывали в Доманевке, превратившейся в ту пору в одно большое гетто или концлагерь. Как хотите, так и называйте. А некоторые тут и остались. Семен Штаркман – один из тех, сегодня уже немногих людей, кто пробыл здесь с первого дня, когда сюда пригнали полумертвых евреев, до счастливого часа освобождения. Более того, тут он встретил Надю Гнатюк, которая потом спасла его, а спустя много лет стала его женой. Тогда он, как вы понимаете, был мальчишкой, чуть младше Наде, и жил в концлагере с мамой Бетей, старой бабушкой, старшим братом Левой, младшеньким Милей и сестренкой, совсем еще Крохой Кларой. Здесь, на этом месте, находилась синагога. Нас евреев с Одессы загнали сюда, здесь организовали концлагерь. Это здание тянулось до самой дороги. Это было двухэтажное здание. Разбитое, помещение было обито досками и у дверях стоял часовой. Когда я вижу это здание, где мы находились, спазма хватает, говорить не могу. Тут, вблизи концлагеря на Акмечетских ставках, Семен Штаркман не был 62 года. Не то, чтобы не мог добраться, ноги не шли. Когда нас сюда загнали фашисты, в этот концлагерь, здесь бабушка, старший брат и я, Миля и Клара были загнаны в эти свинарники. И наших соседей с нашего дома. Калмусис с четырьмя детьми. Нам здесь не давали кушать. Потом нам стали давать по кружечке маленькой муки с отрубами. Мы эту муку мешали с лободой, чтобы коржик этот был немножко побольше. от тяжелых побоев здесь погиб старший брат, Леня. Бабушка умерла от голода и болезней. Тут срепствовал и тиф, и дизентерия, и франкулез. Люди болели. Каждый день умирало здесь по 50-60 человек. Нас сюда загнали на смерть. В этом лагере пробыли мы 4 месяца. Вот так жили в клетках вот этих. Там были, не знаю, клетка то ли 2 на 3 или 2 на 4. То есть те клетки, которые по стандарту для свиней. были. Вот так мы и жили. Богдановке, большому селу в двух шагах от Первомайска румынской голоды выпало стать одним из зловещих символов Холокоста. Почему Богдановке? В это трудно поверить, но причина тут самая простая и оттого совершенно дикая. Именно здесь, как и на Акмечетских ставках, были задолго до войны выстроены свинарники, показавшиеся рационально устроенным нелюдям местом наиболее удобным для размещения тысяч и тысяч подлежащих ликвидации евреев. Бойня действовала день за днем с точностью часового механизма. Мы не отваживаемся называть какие-либо цифры. Раз на самодельном памятнике, установленном на этом скорбном месте, выбито 65 с половиной тысяч жертв, значит, так оно, наверное, и было. Но если бы эта цифра оказалась в пять или десять раз меньше, то и тогда над этим оврагом люди должны были болеть слезы до скончания веков. Сюда сваливали трупы, угасших от голода и болезней евреев из Одессы, Николаева, Бессарабии, а еще живых расстреливали на бровке оврага. И они валились вниз на тела тех, кто погиб час, день, неделю назад. И после дождей по Богдановскому Яру стекала в реку красная вода. КОНЕЦ